Страшная трагедия произошла два дня назад на свадьбе Виктора Рыбина и Натальи Синчуковой. Подробности трагедии сообщил крупный телеграм-канал со ссылкой на источник во внутренних органах. Сын Василий сделал предложение своей девушке, с которой был знаком с детства, и она ответила ему согласием. Результатом этого стала свадьба. Организацию свадьбы взял на себя Виктор Рыбин. Был снят огромный подмосковный ресторан на 800 человек. Тамадой был приглашен известный актер и друг Виктора Синчукова Дмитрий Харатьян. В качестве подарка Владимир Кузьмин организовал музыкальное сопровождение. Была приглашена американская группа, с которой Кузьмин имеет хорошее отношение и, конечно, сам Владимир выступал для гостей со своей группой «Динамик». Охраны в заведении не было. Она находилась снаружи ресторана и смотрела, чтобы в здание не проникли посторонние и репортеры. Свадьба проходила по запланированному сценарию. Гости выпивали, танцевали, участвовали в конкурсах. Ничего не предвещало беды. Ближе к полуночи между женихом и свидетелем начал назревать конфликт. Изрядно выпивший свидетель начал обсуждать финансовые вопросы. Известно, что сын Василий занимается игорным бизнесом и последнее время он не приносит больших доходов. По крайней мере, по отчетам в налоговой. Свидетель стал обвинять Василия в том, что он от него скрывает доходы. А на полученное средство организовал шикарную свадьбу и подарил жене дорогостоящую иномарку. Когда спор перешел на повышенные тона, его заметили окружающие и попытались увести свидетеля, тем самым погасив конфликт. Но свидетель неожиданно достал пистолет и начал стрелять. От шума выстрелов в гости начали разбегаться кто куда. Сын Василий вместе с женой спрятались в помещении для обслуживающего персонала. Так как охраны не было, обезвреживать свидетеля бросились Дмитрий Харатьян и Владимир Кузьмин. Дмитрий бросил в злоумышленника стул и пока тот был в шоке, бросился на него. Преступник успел сделать три выстрела. Одна ампуля прошла мимо, а две другие попали в артистов. Первая попала Харатьяну в ногу, а вторая Кузьмину в плечо. Несмотря на это, они смогли выбить пистолет и скрутить свидетеля. К счастью, пистолет был травматический. У Харатьяна сильно травмирована нога. Ему понадобилась помощь врачей, а Владимир Кузьмин от помощи медиков отказался. К большому счастью, он был как рок-исполнитель одет в плотную кожаную куртку, которая и минимизировала удар. У него осталась только обширная гематома на плече. Сейчас следствие проводит разбирательство. Дмитрий Харатьян уже написал заявление.